Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать и мы с вами продолжаем играть в игру Грэнни 3. Значит записываю я подряд, ты не удивляйся, что мы находимся в этом месте, потому что в прошлой серии мы на этом месте закончили, а как ты знаешь, что тут сохранения нету, в бабке Грэнни до сих пор этого не сделали разработчики, странно. Но вот значит позавчера вышла третья часть данной игры и вот мы обследуем сейчас бабкину новую территорию, значит тут дом и минус этого дома в том, что тут замкнутое пространство, очень узкие коридоры, нет вообще никаких этих, как они, вентиляций, которые были например в первой части, нету никаких нычек, то есть от бабки почти некуда бежать. Есть улица, на которой можно от нее погоняться, но они тоже туда выходят, также детка, который ходит с ружьем, представляешь, он теперь не с монтировкой, он с ружьем, он стреляет на расстоянии, это самое ужасное. Мы нашли какие-то два камня, я хз, куда их применять, также у нас есть отмычка, но отмычка это чисто вот если нас поймали и открывать решетку в подвале, короче, вообще тут болная засада, я нашел спички еще. Тут где-то, где отходит, так, спокойно, бабка сейчас на улицу вообще не выходит никаким образом, то есть это вообще прям по закону у нее теперь. Так, спокойно, блядь, слендерина, срака, блядь, капец, 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 тихо, бежим, 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 бежим. Блин, бабка, как она там ходит, что это за лифт, я не знаю, что я вызвал, я вызвал какой-то лифт, нам нужно пробраться на третий этаж. Тихо, спокойно, тихо, где? Блин. Сюда еще и дед ходит с оружием, ты понимаешь? Так, нам нужно срочно на третий двигать этаж. Блядь, ты издеваешься, старушка! Старушенция, пожалуйста, уйди отсюда впрочь! Так, 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 спокойно. Вроде утихомирилась. Она видит просто за версту. Бабка, короче, не только помолодела тут, но еще и... Так, спокойно. Она капкан еще выкидывает, да-да-да-да-да, это вообще прям... Такая тема, так, спокойно можно закрыться. Так, давай-ка сейчас подумаем. Так, патроны. Везде раскиданы патроны, но где брать ружье? Я вообще хз. Так, бабка, значит, умеет шляться на третий этаж. Ну, это понятно. На чердаке я вообще хз, че делать? Так. Да, тут крыша пробоина в кры... Ше, 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 ше. Так. Спокойно, давай прикроем. Что за говно вообще? Тихо. Она тут нас может заметить. Так, скорее всего, какие-то доски нужно находить. Я хз... Ой, дед. Спокойно. Дед, короче, тоже тут ходит. Так, вообще, куда идти и как проходить? Нам точно нужен тут туда. Стой, подожди, подожди. Давай-ка заберемся на крышу. Бабки на крышу, короче, не ходят. Так. Блин. Тут очень вообще управление немного корявое. Это очень напрягает. Так. Блин, видно вот этот... Знаешь, где текстурки, короче, это совмещали? Как бы вот квадрат. Квадратная зона. Блин, вот разраб. Так, это тут ворон охраняет, сволочь. Так. Что у нас вообще есть? А у нас ничего толком-то и нету. Ну, там лежат вещи, но они очень охраняются хорошо дедом. Так, вот тут еще мы можем пройти. Но, к сожалению, никак. Главный герой почему-то разбивается. Вот это вообще стрём. Так, есть крыша. Стой, может как-то... Что там такое? Может как-то забаговаться? Я не знаю. Попробовать забаговаться... Багнуться в этом месте. Стой, давай. Давай, давай. Может как-нибудь попробуем сейчас через текстурку. Я не знаю. Хочется забаговать. Помнишь, как мы бабку, короче, это багали в первую часть, когда я еще вот снимал два года назад? Я прям вообще жестко ее багал. Так. Дверь открыта. То есть она открывает дверь. Она заходит сюда. Она проверяет. Во, бабка сама. Вот сама бабка. Эй. Старушка. Ходит, ходит. Давай-ка сейчас посмотрим, куда она дальше пойдет. Так, она пошла туда. Так, стой, подожди. Где же, где же, где же ты? Че? Заметили меня, да? Как я по крыше тут хожу. Так, может сейчас забагуем-ка. Эй, бабулька. Блин, я в тебя камень бы... А-а-а. Смотри, она наверх умеет смотреть. Она наверх умеет смотреть. Так, интересно, как она вообще там работает? Интеллект, либо что-нибудь такое. Так, ну сюда они не заходят, вот в это место. Да-да. I see you, I see, хрен. Так. Че у нас тут? Может че-нибудь по бортику валяется? Фиг его знает. Все, капканы ставит. Капканы ставит. Ну что ты будешь делать? Я просто в шоке. Если что, мы один день уже профукали. Так. Ага, вот это место. То есть мы там никак не обойдем. Потому что вот бабка, бабка пришла на третий этаж. Давай, давай, я здесь. Ты меня должна заметить, я тут. Капец. И как нам проходить? Я вообще хз. Так. Нам нужно... А-а-а, стой. Нам нужно как-то точно на лифте подняться. Вот сам трап лифта. Так. Как же быть? Как же быть? Давай думать. Блин, я вообще не знаю. Где дед? Минус тут того, что тут нету деда. Ну то есть... Ой, блин, он тут есть. Это вот этот минус. Я уже совсем путаюсь в словах. Извиняюсь. Я поздно снимаю очень ролик. Поэтому извините, что так тихо говорю. Так, блин, я просто не знаю. Ну где эта бабка-то может быть? Где эта бабка может быть? Капец. Вот что делать здесь? Хрен его знает. Возможно, смотри, мы сейчас половину ролика как-нибудь побегаем тут. От бабки с дедкой. Потом на практик мод переключим. Посмотрим, что вообще там такое. Так. Ладно, давай рискнем, короче, попробуем. О, дед. Дед, я тут. Дед, я здесь. Блин, дед ходит, вообще не обращает внимания. Капец. Ладно. Давай попробуем сейчас... Тогда сюда спрыгнуть. Сейчас прям на кровать. Блин. Можно. Можно, ребятки. Так. Спокойно. А как здесь быть? Блин, провалился. Черт. Так, вот это вообще как вызывать? Так. О! Стой. Стой, стой, стой. Куда ты меня ниже? Так, катимся на лифте куда-то. Куда мы приехали, как ты думаешь? На кухню? У них есть что, здесь кухня? Так, ладно. Давай думать. Капец. То есть тут лифт у них теперь. Непонятно. Так, ладно, давай пройдемся, все-таки выйдем. Ой, бля. Тихо, тихо, тихо. Все, я тут. Я в домике. То есть все-таки меня заметили, да? Непонятно. Вау. Тихо, ты что, умеешь стрелять? А, не, не стреляет. Ты посмотри, гад. Блин, вот все-таки модельки вот эти кукольные вообще смешат. Но и одновременно пугают. Что-то он говорит новые фразочки. Все, вышел на улицу. Блин. Все-таки, ребят, давай-ка в мейн-меню. И попробуем сейчас, конечно же, на практике моде. Ну вот, ребятки, переключился я на режим практика. Значит, это у меня уже третья, то и даже четвертая попытка прохождения на практике. Ты спросишь, в чем проблемы? А я тебе скажу, что здесь предметы генерируются так, что ни хрена не понятно, что куда применять. Значит, смотри. Немножко побегов. Тут я разобрался, что к чему. Ну, почти наполовину. Ну, так, 50 на 50. И сейчас я тебе все расскажу, покажу. Также вот сейчас мы обследуем второй этаж. И, конечно же, в конце видео... Сейчас вот здесь проверим полочки. Так, что тут так, а тут ничего. В конце видео я обязательно выскажу свое мнение по поводу игры. Потому что, все-таки, как-никак, у нас много заснято видео по самой Грэньке. И поэтому я выскажу свое мнение и скажу парочку слов о третьей части. Так, окей. Тут у нас что? Так, значит, у нас тут лифт не работает. Также у нас тут все непонятно вообще и как. Короче, я сейчас постараюсь все быстро пройти. Тут около, наверное, 6-7 генераций предметов. Я, короче, это перезапускал. Знаешь, заходил, перезапускал и считал. Ну, вот так, значит, все это дело обстоит. То есть, здесь немного пока рандом... Ну, как бы тут такие рандом предметы. Так, что, можно вентили потрогать? Не, стой. О! Сейф-ключ! Наконец-то я нашел сейф. Ребятки, короче, я долго... Блин, неужели здесь сейф, что ли, был? Капец, я в шоке. Вот тут я просто в полном шоке от того, что сейф находится в ванне. Окей. Так, значит, у нас тут ничего. Есть кокос. Сейчас, короче, там... Все это дело... Разрубим. Ох, капец. Как я замаялся. Что у нас тут? Кстати, можно тут от бабки прятаться, к примеру. Как я замаялся с прохождением на практике. Я просто уже устал здесь находиться в этой игре. Но ради вас, ребятки, я, конечно же, все это дело пройду. Мне, значит, выпала очень хорошая генерация, на которой я уже пытался пройти данную игру. Но потом там произошла кое-какая проблемка. И, короче, все. Так. Окей. Окей. Так, давай сейчас все пооткрываем. Тут быстренько... Так, есть спички. Хорошо. Бревно я вроде как уже поставил. Так, спокойно. Так, тут у нас ничего. Ничего. Опять же, хочу сказать, что никакого инвентаря здесь нету. И нихрена его и не было. Потому что этот инвентарь только для трех камней. И... Я даже не знаю, его инвентарем нельзя назвать. То есть вот здесь камни. И отмычка. Блин, и слендерина вонючая. Так, короче, давай сейчас вот так все это открываем. Так, вэппенкей. Я, короче, долго искал, где... Долго искал вообще, где применять этот чертов вэппенкей. Оказывается, он применяется вот там, на втором этаже. Значит, сейчас я вот это все здесь скину. Сейчас, короче, откроем сейф-ключик. Сейчас посмотрим, что вообще у нас там в сейфе находится. Мне просто интересно. Потому что я сейф ни разу не открывал. Так, быстрее бежим, бежим, бежим. А то и даже, знаешь, я, наверное, отдельное видео запишу. Мы чисто посравниваем третью часть со второй и первой частью. Потому что мне реально очень интересно. Вот ваше мнение тоже. Так, значит, мы находим вот этот предмет. Прекрасно. Я уже знаю, где его применять. Он мне попадался также на других рандом всяких частях. Так, окей. И также я тебе хочу сказать вот парочку слов вот об этих камнях. Оказывается, камни во время прохождения генерируются рандомно. Они... То есть, например, вот сейчас там лежит камень. Вот в том месте, до которого мы не можем дойти. Потом он сгенерируется где-нибудь здесь. То есть, отсюда он пропадет и сгенерируется рядом с машиной, к примеру. Вот так. Вот, видишь, он пропал. Все. Он, значит, сгенерировался где-то в другом месте. Также вот давай сейчас быстренько посмотрим, что у нас здесь. У нас тут ворота. Они заперты. Уйти мы не можем никаким образом. Есть камера и также слендерина, которая на нас нападает. Так, ладно. Я надеюсь, двух камней нам хватит. Ну, короче, ты увидел, как там камень генерируется рандомно. Это вообще очень бесит. Так. Окей. Я думаю, ты уже догадался, для чего мы это бревно, так сказать, вот туда закинули камину. А для того, чтобы нам выгнать этого ворона. Как бы в первой части мы его кормили каким-то хлопьем, либо чем-то таким. А сейчас мы его просто выгоняем тем, что разводим камин. И он от этой дыма и гари улетает. Так, все. Короче, там ворона на... Вверху не должно быть. Сейчас, короче, пойдем быстренько. Все, возьмем. Да, блин, слендерина, отвали. Блин, она меня бесит. Я не помню, кстати, где медведь на этой генерации. Но где-то медведь должен быть. Так, сейчас посмотрим. Так. Окей. Шеткей. Хорошо, кидать пока ничего не буду. Так, у нас тут может что-то сгенерироваться. Оказывается, мы можем ползать по бортику. Представляешь, вот здесь может сгенерироваться какой-то либо из предметов. Вот так аж. Сейчас, короче, вот сюда. Ой, тихо, блин. Аккуратно. Так. Окей, окей, окей. Можно здесь, кстати, пройти. Аккуратненько. Вау. Блин, и он навернулся. Шикарно. Вот сейчас откроем. Так, что у нас здесь? Так, выбрасывай. Вот, вот электрогенератор. Но тут нужен, короче, там шнур. Блин, слендерина, уйди нахрен. Блин, конечно, тут баги есть. Небольшие баги, они тоже тут присутствуют. Так, есть планка. Давай, короче, быстренько идем. Блин, очень главный герой медленно ходит. Уже десятый раз повторяюсь. Но вот так вот. Приходится вот эту всю тему терпеть. Ладно, сейчас, короче, поставим тут наверху вот эту планочку. И как раз я тебе покажу, что вообще, что к чему на этом третьем секретном этаже. Так, значит, сюда бабка, опять же, не может проходить в эти места. То есть, если мы пройдем, все, нам, у нас есть безопасная вот эта комната. Так, значит, здесь шнур. Да, блин, слендерина, уйди. Так, и так же есть... Ага, окей, все. Сейчас, короче, быстренько все откроем. Так, вставляем шнур. Значит, запитываем электричество. И, короче, берем теттику вот этого. И бежим, короче, на кухню. Значит, все, теперь лифт у нас умеет заводиться. Мы, короче, садимся. Сейчас аккуратненько кликаем на кнопочку. И едем на третий этаж. Значит, вот тут, как мы знаем, дед с бабкой нас не трогает в этом месте. Ну, не знаю, вот... Это, конечно же, этого всего не было. Но, как ты можешь заметить, разработчик нам показывает новую разработку в виде физики. То, что вот нас может теперь поднимать лифт. Вот такая тема. Так, ну вот мы и перебрались на другую сторону. Опять же, я думаю, ты узнаешь все эти предметы. Этот предмет был в первой части, там, где была тюрьма на чердаке. Также вот эту люльку, я думаю, ты тоже узнаешь по первой части. Этот сраный манекен. И также часы, которые тоже что-то делали. Вроде все, с первой части, короче, приволокли сюда. Ничего нового. Все, кладем. Появляется у нас слендеринка. Значит... Сейчас ты увидишь, что произойдет. Вот, она нам дает, короче, ключанский. Пэдлок. Окей, хорошо. Слендерина. Все, короче, исчезло. И теперь нас больше не беспокоит. Это очень хорошо. Так, значит, тут у нас ничего. Мало ли, знаешь, обследовать. Тут мы открываем вот этот чемодан. И... Тут у нас, конечно же, диск. Но, как ты видишь, тут два пьедестала. Нам нужно добыть вазы. Ты спросишь, где они находятся. Они находятся на третьем этаже. Сейчас я тебе все покажу. Так, окей. Все, в вэппен. Окей. Берем. Заходим. И сейчас ты увидишь наше новое прекрасное оружие. Так, давай. Открывай. Вот тут плохо реагирует, как специально, чтобы нас потом бабки с детками поймали. Так, давай. Все. И вот оно, наше оружие. Ты думал, наверное, это арбалет. Но нет. Это просто обычная рогатка. Вот так. Вот все. Ребятки, обычная рогатка. Ничего нового. Ну, как бы, блин. Вот после второй части, там, где мы... Блин, ты издеваешься. Там, где мы пользовались оружкой. Ну, то есть, ты понимаешь. Рогатка, это вообще просто не камильфо. Вообще ни в какие ворота не тянет. Просто рогатка. Я даже не знаю, можно ли этим бабку с деткой завалить каким-нибудь образом. Ну, короче, берем сейчас вот так и стреляем. Все, есть первая ваза. Так, и сейчас быстренько вторую собьем. Она где-то вот здесь. Стой, где она? Вот она. Сейчас, погоди. Все, где она там? Во! Все, короче, больше нам рогатенка не понадобится. Теперь, ребятки, короче, набираем вот эту жидкость. И ни в коем случае не дропаем вазу. Не кидаем ее никуда. Не в бочку. Потому что, если мы кинем в бочку, она пропадет. И все, игра, короче, будет непроходимая. Также, не дропаем просто. Потому что, если ее дропнуть, то, короче, вода выливается. Ну, это специальная жидкость. Короче, давай, пьедестал, зафигаривай. Зафигаривай, давай. Все, есть. Так, что это? Фьюз мы получаем. Хорошо. Мы получаем фьюз наш прекрасный. Короче, идем на третий этаж. Окей. Мы, вроде как, электричество все завели. И сейчас, короче, все сделаем. Так. Все, давай, кидай, короче. Все, вот, теперь камера работает. Хорошо. И, короче, открываем ворота. Все, ворота открыты. Идем вниз. Вниз. Все, мы, вроде как, всю игру прошли. Вроде сейчас нам ничего не должно помешать. Тут ты спросишь, что будет, если упасть в эту воду. Оказывается, будет то, что вот там будет лигатор. Короче, вместо кракена прикольного, который был во второй части, сюда запихнули какого-то стрёмного лигатора. Так, все, открываем и забегаем. Все, наконец-то мы прошли всю эту галиматью. Наконец-то. Ой, как страшно, ой, как страшно, что слундерина появилась. Я так понимаю, где-то должна еще бабка с деткой там стоять. Ну и все, короче, все, конец. Скучно. Скучно, честно. Мое мнение такое, что третья часть просто не удалась. Ну да, это первая версия. Ты скажешь, что дай ей еще надежду. Но нет, уже все. Просто сюжет исчерпал себя. Как будто вот реально, что разраб больше ничего не придумал. Запихнул какие-то старые предметы из первой и второй части. Также первая часть, ты вспоминай, как там было реально интересно. Было много потайных ходов. Тут же ничего такого потайного. Скучный подвал. Скучный дом. Бабка с деткой. Ну, понятно. И слундерина, которая уже замылилась просто до неузнаваемости. Что уже неинтересный такой персонаж. Ну и что я могу сказать. Мне даже неохота эту игру проходить. На Изи, либо на Нормале. Хотя это можно сделать, но мне неинтересно будет. Правда. Очень много манипуляций с этими предметами. Вот ты то берешь, все берешь. Вот эти вазы. Вроде, ну ты добыл эти вазы. Все потом нужно это все набирать какую-то воду. Что-то там добывать. Короче, что-то куда-то стрелять. Короче, много всякого того, чего вообще. Просто вспоминай, вот как мы во второй части угнали на вертолете от бабки с деткой. Как было это реально круто и эпично. Тут же никакого эпика, просто какая-то выхлоп какой-то третьей части. Мне реально очень, ну как-то не понравилось. Не знаю, ты конечно же пиши свое мнение в комментарии по поводу игры. Но лично мое мнение такое. Что игра просто уже неинтересная. Грэнни уже все изжила себя в каком-то смысле. Может по поводу этого мы устроим какую-нибудь еще дискуссию. Там отдельное видео посравниваем, конечно же, первую и вторую часть с третей. Будет интересно также узнать ваши комментарии и мнения по поводу всей этой трилогии Грэнни. Ну вот как-то так. На этом все, ребятки. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok